Всем привет, друзья! Меня постоянно спрашивают Арс, вот ты бухал, курил, задротил в игры, а что такого произошло, когда случился переломный момент, который изменил твою жизнь? И сегодня я постараюсь ответить на этот вопрос. На самом деле у меня было вполне обыкновенное детство. Детский сад, школа, всё как у всех. Изгоем я, конечно, не был, но и лидером меня назвать было нельзя. Куда двигалось моё окружение, туда двигался и я. Отсюда всякие пьянки, гулянки, клубы и так далее. Общество просто несло меня в своём потоке. И не сказать, чтобы я был счастлив, но и ответственность на себя мне брать не приходилось. Просто жил и жил, как получится. Пока однажды не произошёл первый переломный момент. И на самом деле он произошёл случайно, из-за собаки. У меня немного разошлись интересы с тем социумом, который меня окружал. И мы с женой и собакой откололись от общества. Хвала вселенной! На тот момент мы занимались электронной коммерцией. И у нас оказалось определённое количество биткоинов, которые начали стремительно расти. Это позволило нам пару лет практически не работать. То, что мы их в итоге потратили, это, конечно, провал. Но сейчас речь не об этом. Суть в том, что мы не ходили на работу и вообще практически ни к с кем не общались. Мы просто жили, ели, спали, гуляли с собакой, играли в ПС и занимались ещё какими-то делами. Были такими обычными потребителями. Но нас не покидало ощущение того, что такая жизнь какая-то бессмысленная. Удовольствия быстро проходили, и нам приходилось искать ещё и ещё и так до бесконечности. Но в результате всё равно оставалась какая-то пустота. Поэтому у нас был запрос на поиск смысла. И мы его искали. Мы читали Оруэлла, Хаксли, Брэдбери, Пелевина, вообще разные книги. Смотрели фильмы, такие как «Дом», «Свидание с планетой Земля», «Век глупцов», «Дух времени», «Процветание», «Разделённый и эксплуатируемый» и так далее. Смотрели много биографических фильмов. Нам нравилось наблюдать за судьбами великих людей. Ганди, Манделла, Хокинг, Боб Марли, я не знаю, вообще разных. Жак Фреско, Проект Венера. Всё это оказало огромное влияние на формирование нашего мировоззрения. И это можно назвать вторым переломным моментом, когда в результате у нас выкристаллизовалось понимание того, чего мы хотим в жизни. А хотели мы изменить этот мир, сделать его лучше. Я понимаю, это звучит банально и наивно, но на самом деле это желание есть у всех людей. Ну или, по крайней мере, у большинства людей. Это чувство несправедливости, которое мы испытывали в глубоком детстве. Это ощущение, что с этим миром что-то не так. Но по мере нашего взросления нам начали внушать, что это нормально. Ты посмотри вокруг, все так живут, это нормально, не обращай внимания. И мы согласились и поверили в это, и до сих пор живём в каком-то абсурде и считаем его нормой. Но когда ты осознал, что на самом деле это не норма, и тебе не обязательно так жить, когда ты осознал, что все великие люди в самом начале были обычными людьми, такими же, как вы и я, именно тогда у тебя возникает непреодолимое желание как-то реализовать это чувство, выбраться из этого абсурда и изменить ситуацию. И вот тогда, мне кажется, произошёл очень важный момент, когда я поверил в себя, поверил, что я, обычный человек, могу сделать что-то, ну если не великое, то что-то значимое и полезное для этого мира. А в то время на границе с Украиной шли боевые действия. И так как во мне течёт и украинская, и русская кровь, у меня есть родственники и друзья по обе стороны границы, у меня возникла идея создания антивоенного движения. Потому что меня глубоко возмущала эта ситуация. Уж кто-кто, а русские с украинцами? Да мы же братья, какая война, вы чего? И тогда родился мой первый проект под названием «НЕО». Это был третий переломный момент. Я создал группу ВКонтакте, создал канал на Ютубе, сделал наклейки на машины, начал их распространять и думал, что люди поддержат мою идею. Я вкладывался в этот проект, покупал рекламу для группы, пытался её как-то продвигать. Но это было похоже на то, как бьётся рыба об лёд. Вообще без какого-либо результата. И вплоть до этого момента я всё ещё вёл, ну, такой себе образ жизни. Конечно, я уже тренировался и старался хоть как-то правильно питаться, но в моей жизни всё ещё присутствовали алкоголь, сигареты и прочий мусор. И тогда я вспомнил цитату то ли Ганди, то ли кого-то ещё, о том, что если ты хочешь изменить мир, начни с себя. И опять же, спасибо Вселенной, именно в тот момент мне попался курс лекций Фахреева Владимира Анваровича «Избавление от вредных привычек». И это был четвёртый переломный момент в моей жизни. Потому что, избавившись от выпивки и сигарет, моя жизнь просто кардинальным образом преобразилась. Избавившись от вредных привычек, я начал стремительно набирать прекрасную физическую форму. И у меня не только поправилось здоровье, но и наладились отношения с другими людьми, да и вообще моя жизнь стала ярче и интересней. У меня прояснилось сознание, и я стал чётче понимать, что мне нужно делать. Я немного задвинул проект Нео и стал усиленно заниматься собственным развитием. Тренировки, питание, йога. И буквально через несколько месяцев я открыл для себя медитацию. И это однозначно пятый переломный момент в моей жизни. Потому что, с одной стороны, отказ от вредных привычек и токсичной вредной информации перекрыл входящий поток мусора в мою голову. А с другой стороны, медитация позволила провести глубокий самоанализ и избавиться от того мусора, который уже накопился за те 26 или 27 на тот момент лет. Именно медитация позволила мне избавиться от огромного груза обид и каких-то негативных воспоминаний, которые я тащил за собой. Именно медитация позволила мне избавиться от страхов перед будущим, от несбыточных ожиданий и иллюзии того, что этот мир мне что-то должен. И именно медитация позволила мне принять реальность такой, какая она есть и принять самого себя в этой реальности. После этого у меня все чаще стало появляться глубокое чувство удовлетворения от жизни и более стабильное ощущение счастья. Движение к гармонии внутри меня каким-то магическим образом начало менять и все остальное в моей жизни. И тогда я переключился с трансляцией того, что нужно менять мир, на трансляцию того, что нужно менять себя. А мир изменится вместе с тобой. И именно тогда родился проект Неофит, который вы все знаете. Это был какой-то шестой переломный момент в моей жизни. Я уже трудился тренером в спортивном клубе и просто начал вести канал о том, как накачаться на турничках, ЗОЖ, саморазвитие, ну вы в курсе. И важный момент заключается в том, что все время до этого и еще 8 месяцев введения канала Неофит я не получал практически никакой отдачи. Там было чуть больше 100 подписчиков и по 500, по 1000 просмотров на каждом видео. Пока в один прекрасный момент алгоритмы Ютуба не начали выдавать мое видео про силу хвата в рекомендациях. И только с этого момента мой проект начал потихоньку набирать популярность. Наверное, это был седьмой переломный момент, потому что тогда я потихоньку начал понимать, какие перспективы передо мной открываются. Ушел из клуба и начал все свое свободное время и силы посвящать каналу. Шаг за шагом канал рос, а я все больше убеждался, что я на верном пути. Первоначальная идея немного трансформировалась, но ее суть осталась прежней. И приблизительно спустя год у меня родилась идея создания фонда, который будет помогать людям становиться здоровее, умнее и счастливее. И тем самым менять весь мир к лучшему. По фонду я обязательно сделаю отдельное видео, там есть некоторые концептуальные обновления. Мы собрали команду замечательных, талантливых людей и активно занимаемся разработкой платформы. Собственно, фонд можно считать восьмым переломным моментом. Этим я и занимаюсь до сегодняшнего дня. Транслирую идею всестороннего и гармоничного развития как основу для счастливой жизни. И занимаюсь созданием фонда, который изменит весь мир к лучшему. Итак, возвращаясь к вопросу о том, когда же произошел переломный момент. Как вы уже заметили, он происходил не один раз, и на самом деле он до сих пор происходит. Прямо сейчас. Потому что переломный момент – это не какое-то событие, которое сваливается на тебя и разум меняет всю твою жизнь. Переломный момент – это когда ты принимаешь сознательное решение изменить свою жизнь и придерживаешься этого решения в дальнейшем. Поэтому, если вы ждете какого-то события, которое изменит вашу жизнь и сделает вас счастливыми, или ждете идеальных условий для того, чтобы изменить свою жизнь, забейте, вы не дождетесь. Единственный момент, в котором вы можете изменить свою жизнь – это прямо сейчас. Это настоящий момент. И это не происходит один раз и на всю жизнь. Каждый день, каждое мгновение ты выходишь из зоны комфорта. Ты противостоишь невежеству, лене, искушениям. Противостоишь каким-то внешним обстоятельствам. Противостоишь обществу, в конце концов, которое говорит тебе – живи вот так, будь посредственным, живи как все и не высовывайся, будь никем. А ты говоришь – нет, я способен на большее. Я буду жить по-своему. Я сделаю что-то значимое в своей жизни. У меня свой уникальный жизненный путь, и я буду его придерживаться. Но для этого необходимо взять на себя ответственность за свою жизнь. Необходимо прекратить обвинять все вокруг. Обвинять людей, обвинять обстоятельства, жаловаться, прекратить обижаться на кого бы то ни было. В этом нет никакого смысла. Просто примите ту ситуацию, в которой вы находитесь, такой, какая она есть, и действуйте, исходя из этой ситуации. Только тогда вы добьетесь успеха. В конце концов, все в вашей голове. Вы способны жить той жизнью, которой хотите. Нужно просто действовать. И действовать прямо сейчас. Поэтому, друзья, берите жизнь в свои руки, верьте в себя, действуйте, и у вас обязательно все получится. Всем мир! Субтитры создавал DimaTorzok